Мне хотелось бы сегодня помочь нам всем начать разбираться лучше в том объёме нейробиологической литературы, которая сопровождает нейроэкономические исследования. Поскольку я точно знаю, что здесь не одни только биологи находятся, мне кажется, что такой экскурс в проблему нейробиологических и нейроимиджинговых, как сейчас модно говорить, исследований, в частности, целого мозга человека, он, конечно же, просто необходим в этом курсе. Я также знаю, что два дня назад было великолепное введение в нейроанатомию в Московском государственном университете. Я очень благодарю за то, что он провёл три часа и позволил прикоснуться и буквально руками подержать препараты мозга. Это наверняка тоже способствует и будет способствовать тому, что общий язык между экономистами, биологами, инженерами и другими специалистами будет найден как можно скорее. Ну так вот, чтобы не откладывать дальнейшие слайды в долгий ящик, вернёмся к нашему субстрату. Естественно, я как нейробиолог, если говорят, моя вторая степень – психология, а в когнитивных как раз областях, но неважно. Так вот, для нейробиолога самое главное, что наш мозг состоит из нервных клеток, о чём, наверное, мы все помним со школы. Так вот, нервных клеток много, говорят, до 100 миллиардов. А вот их связей, синапс они ещё называются, ещё больше, до 100 триллионов. Так вот, считается, что количество контактов между клетками настолько много, насколько известных звёзд на небе. То есть, очень. Мы, конечно, не верим в параллельные миры и чёрные дыры, но, тем не менее, это весьма внушительное количество. Ну и, естественно, что, исходя из того, что мы знаем достаточно много вот этой функциональной единицы и анатомическом субстрате, возможно, когнитивных процессов нейронии, понятно, что мы можем изучать мозг на различных уровнях. Мы можем начать с уровня клеток, уровня синапсов и даже теперь молекулярного уровня и продолжить изучать мозг на системном уровне. Я долго ломала голову и вот консультировалась с Василием. А как было лучше себе представить всё то разнообразие методов, которыми, в общем-то, можно исследовать мозг? Вот какую классификацию предложить, исходя из чего? Ну и так по-дамски решила, давайте попробуем классифицировать разнообразие методов неинвазивного нейроимиджинга, насколько я специалист как раз вот в нём, по степени популярности. Но популярности, так сказать, не в смысле, что там вот современно, что нет, а вот такое вот даже, знаете, историческое вертикание. Так вот, мне пришло в голову, что вот читая нейроэкономическую и прочую психофизиологическую литературу, мне кажется, что самым популярным методом является, самым надёжным, самым исторически заслуженным является вот регистрация нейронов. Да, вот то, что называется single unit, multi unit recordings. Извините, если я буду вставлять какие-то жаргонные английские словечки, но неважно, если у вас есть субстрат нейрон, есть электрод, то вы можете напрямую регистрировать активность клеток, активность функциональных элементов анатомического субстрата. Дальше, мне кажется, что необычайно популярным, а именно в исследованиях на человеке, не только на животных моделях, является метод функционального магнитного резонанса или функциональной магнитно-резонансной томографии. Наверное, некоторые из нас с этим методом знакомы, так сказать, сканирование мозга – это что-то такое, что вошло в нашу жизнь. Это и ПЭД-сканирование, конечно, но вот ядерно-магнитный резонанс – популярная методика и в клинических приложениях. И вот, так сказать, это необычайно важный материал для учёных-нейроэкономистов. Ещё в прошлом веке широко применялась электрическая, а теперь и магнитная стимуляция определённых зон мозга и на животных моделях, а теперь вот с изобретением транскрайльного магнитной стимуляции немножко о ней поговорим, и на человеке. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть нейропсихологию, а именно метод. Вот, и мы все, наверное, психологи вспомним о Луре и, может быть, просто те, кто увлекается литературой когнитивной. Это на самом деле методология, когда вы можете предсказать по, так сказать, выпадению анатомического субстрата, выпадению психофизиологической или функции какой-то высокого порядка психологической. Всё больше и больше развивается применение методов, обладающих высоким временным разрешением, а именно электромагнитной энцефалографией. Наверное, некоторым из вас, возможно, когда-либо предлагали пройти электроэнцефалографическое обследование. Оказывается, что вот такие рутинные методы медицинские тоже помогают учёным-нейробиологам, в частности, исследовать, например, проблемы принятия решений и нейробиологию принятия решений. Необычайно популярной является вот эта картинка. Она переходит из монографии в монографию, ну, естественно, западной, которая в осях пространственного временного разрешения предлагает расположить всё разнообразие методов, которые используются в нейронауках, и часть из которых вот как раз, так сказать, задействована нейроэкономистами. А на самом деле эта иллюстрация очень хороша тем, что она опять же предлагает нам задуматься, что можно сейчас предложить учёному-нейроэкономисту регистрировать какие-то функции и проблемы на уровне отдельных клеток. А можно, если есть такое желание, сфокусироваться на исследовании целого мозга. Так вот, понятно, что разные уровни изучения мозга используются для понимания задач разной сложности. Но для нас, наверное, самое важное, для современного учёного-нейробиолога или вообще для современного специалиста, что существует возможность использовать эти методы интегрально так, чтобы они дополняли друг друга. И, конечно, это наиболее информативный подход. То есть вот такое расхожее слово «мультидисциплинарность», оно в действительности носит методологически очень большую нагрузку и действительно широко используется. Вот интеграция методов, интеграция дисциплин, переход от одной дисциплины к другой – это вот на самом деле, наверное, топ-современный подход к изучению нейробиологических проблем, принятию решений в частности. Так, что у нас там дальше? Ну вот совершенно невозможно пройти мимо картинки электронной микроскопии. До сих пор, наверное, очень влиятельный и популярный метод. Это картинка нейрона. Возможно, тем, кто был в МГУ, вам показывали, как он выглядит. Возможно, вы просто, так сказать, интересуетесь проблемами биологии. Ну, просто интересно то, что видно, что этот нейрон тянет свои отростки к другим нейронам. То есть вот важный постулат такой, что, конечно, как и говорил Василий, нейроны образуют сети, и хотя бы нейрон является функциональной единицей мозга, но именно в сетях нейронов очевидно происходит принятие решений. Но я как раз не склонна склоняться к тем или другим представлениям о том, как решения принимаются, на каком уровне, и какие, так сказать, информационные механизмы и субстраты, так сказать, находятся за этими проблемами. Но вот очевидно, что знание нейроанатомических особенностей, функциональных особенностей нейронов, это, конечно, необычайно важная информация для современного нейроэкономиста и нейробиолога. Ну, дальше больше. Чтобы развлечь Вас, Василий подсказал мне эту совершенно великолепную аллюзию. Вот кончик карандаша, ну, можно сомнить его с кончиком микроэлектрода, а слева, он красненький, да, а слева синенькая точечка, это не что иное, как размер нейрона. Ну, конечно, это вот какое-то схематическое представление. Что я хотела сказать на этом слайде? Как сложно изучается этот объект, единичный нейрон. Он маленький. И нужно, конечно, так сказать, было биологам придумать необычайное количество методов. Это там и почеклампы, электрофизиологические методы для того, чтобы сделать эту задачу просто возможной. Но я, кстати говоря, не специалист в клеточной электрофизиологии, не буду на этом устанавливаться. Да, и всё-таки нам бы хотелось, конечно, поговорить о принятии решений высшими животными, то есть приматами, ну, может быть, и уточками, но и, главное, конечно, человеком. То есть мы, конечно же, эгоцентричны, то есть нам хочется знать что-то о себе. Но, тем не менее, сказать о важных, важнейших функциональных особенностях нейрона следовало бы. Понятно, что нейроны как-то друг с другом общаются. Наверное, некоторые из вас помнят, что, естественно, кто биологи, то те знают. А некоторые из вас со школы, возможно, помнят, что контактируют нейроны посредством синапсов. То есть нейроны связаны друг с другом через синапсы. Это, на самом деле, когда мембрана одного нейрона тесно соприкасается с мембраной другого нейрона. Там есть свои нейрохимические особенности, электрохимические особенности. Но мы не будем на них останавливаться. А вот мне хотелось бы обратить ваше внимание на такие синенькие кривульки. Ну вот кто из вас знает, что это такое? Что вот изображают эти синие графы? А? Синапсиал. А? Да, потенциал, да. Но это уже потенциал действия. Это не посинаптический или трансинаптический потенциал. Это именно потенциал действия. А что интересно? Калебы натурные насосы. Нет, вот мы как раз, да, мы, может быть, опустим помпы, опустим всю электрофизиологию, которая происходит при салитаторном распространении этого импульса. А что важно здесь, для нас сейчас, что вот к нейрону подходят синапсы от других нейронов. Так они могут быть тормозными, могут быть возбуждающими. И что интересно, когда у вас красная стрелочка, например, назначена, так сказать, одна единица передачи информации, вы можете не достичь порогового уровня вот генерации потенциала действия. А скажем, если у вас происходит какая-то временная суммация или пространственная от графа 2 и 3, вы преодолеваете этот порог, и вуаля, взрыв, у вас рождается спайк, генерируется потенциал действия. А если у вас одновременно происходит суммация тормозных и возбуждающих воздействий, то, опять же, вы можете не преодолеть этого самого порогового значения. Ну, это достаточно важная такая влиятельная концепция вот в нейрофизиологии, в клеточной нейрофизиологии. И почему это важно? Оказывается, что, зная все эти электрофизиологические механизмы, можно электрофизиологическими же методами многое сказать о поведении, ну, например, млекопитающего кошки. То есть достаточно вживить, я очень люблю животных на самом деле, но это схема, вот, вживить электрод, например, в зрительную область коры, если вы изучаете восприятие, предположим, зрительных стимулов, предъявить этот самый зрительный стимул. А дальше получается интересная вещь, что при помощи такой микроэлектродной записи вы сможете записать активность отдельных нейронов. Да что там записать? И послушать ее. Это один нейрон, а это другой нейрон. Но читать такие записи достаточно сложно. Каждый штрих представляет собой отдельный потенциал действия. А хитрые биологи придумали суммировать эти потенциалы и изображать их в виде перестимульных гистограмм справа. И тут сразу видно, что есть у вас стимул, предположим, он длится во времени, он, скажем, начинается. И тут, скажем, вот нейрон B, вот стимул, который изображен таким черненьким столбиком, начался. И через некоторое количество миллисекунд активность этого нейрона достаточна для того, чтобы мы ее наблюдали по этой перестимульной гистограмме. А вот активность нейрона F другая. Она связана с on-set и offset, так называемыми ответами, это с включением и выключением стимула. Мы просто можем наблюдать за реакцией нейронов отдельных, единичных, ну или, скажем так, их кластеров, да, в ответ на определенные стимулы. Ну, конечно, это достаточный прорыв, так сказать, в нашем объяснении, по крайней мере, простых поведенческих актов. Посмотрел, двинул рукой, прореагировал на что-то. Я отнюдь не являюсь адвокатом такого детерминизма, но какие-то определенные достижения, конечно, отметать в нейробиологии просто невозможно. Просто хотелось проиллюстрировать электрофизиологические достижения картинкой из работ группы Вальфрама Шульца из Кембриджа, и о них Василий будет рассказывать. Это необычайно сильная группа электрофизиологов, которые изучают принятие решений, в частности, приматами. Ну, так вот, это, опять же, на самом деле аналог перестимульной гистограммы, и вот, опять же, Василий попросил меня, и мы хотели бы сфокусировать ваше внимание на том, что эта гистограмма получается путем суммирования активности отдельных нейронов, так сказать, при множественном предъявлении стимулов. То есть, на самом деле, для тех, кто заинтересуется проблемой нейробиологии и электрофизиологии, а в нейробиологии, конечно, для этих специалистов необходимо иметь возможность правильно читать, интерпретировать результаты работ, публикуемых, например, в Nature Reviews, в Нероне, в других профильных журналах. Это достаточно сложная проблема, на самом деле, научиться читать статьи так, чтобы понимать, что там написано. Конечно, мы все безумно специализированы в своих областях, мне наверняка сложно уже прочесть какую-то экономическую работу, или там, я не знаю, работу, связанную с вычислительными методами в той же экономике, математическую работу. Но вот облегчить жизнь друг друга, наверное, это как раз вот наша задача, моя, по крайней мере, сегодня. Ну так вот, я прежде, по-моему, сказала, что я как раз нейроимиджер, да, такой сленг в западной науке есть, то есть тот человек, который занимается сканированием мозга. И моя любимая методология, это, конечно, электромагитоэнцефалография, на самом деле методы, которые очень широко применяются в когнитивной нейронауке, и не просто так, а именно потому, что, во-первых, эти методы, в отличие от электрофизиологических методов, позволяют регистрировать активность не, так сказать, внутри мозга. Это очень сложно, практически вживеть электрод человеку, но только по клиническим показаниям, наверное, можно, да и животное жалко. А оказалось, что можно с поверхности кожи регистрировать электрическую активность, ну, не потенциал действия, но суммарную посинаптическую активность, которая, конечно, имеет отношение к нейрональной активности, прямое. — Скажите, а откуда течка тогда возникает? Если ток идёт по нейрону, то она на коже откуда? Что течка ток возникает, да? — Ну, конечно, конечно, это пулевые потенциалы, да, безусловно. Магитоэнцефалография, так сказать, более фокальная, а электроэнцефалография, конечно, это метод, который регистрирует очень суммарную активность, которая действительно перетекает за счёт электрохимии. Поэтому говорить о временных характеристиках можно, а пространственных в электроэнцефалографии необычайно сложно, у животных вообще практически невозможно, потому что у них такие мышцы на голове, они ушками двигают, и там одни сплошные артефакты. — Да, да. Вот для тех, у кого мало волос на голове, наверное, проще всего быть испытуемым в электроэнцефалографическом эксперименте. — Да, метод, конечно, не без проблем, как и любая другая методология, которая сейчас вот в руках нейробиологов. Мы, знаете, напоминаем, наверное, каких-то вот людей с молотками, которые вот что-то такое совершенно эфемерное вот изучают просто этим молотком дубайся по этому субстрату. Ну, это на пока. А может быть, в недалёком будущем всё как раз изменится. Ну так вот, уверена, многие из вас видели типичную запись электроэнцефалограммы. Тут я не открою никакой Америки. Вот. То есть вы надеваете электроды, как бы мне вернуться, на поверхность головы, там их может быть мало, много, но неважно, и регистрируете электрическую активность. Это действительно сумма постсинаптической активности, это не потенциал действия, но, тем не менее, достаточно информативный метод в некоторых задачах. Так вот, если вы разобьёте эпохи вот этой длинной-длинной-длинной электроэнцефалограммы или магнитной энцефалограммы на кусочки, привязанные к предъявлению, скажем, стимула, то вы получите вот такую кривульку, называется она вызванный потенциал, и очень часто используется в когнитивной психофизиологии, и уже чаще используется в нейробиологических исследованиях принятие решений или, попросту говоря, в нейроэкономике. Так вот, что интересно, если вы используете магнитную энцефалограмму, это вообще бесконтактный метод регистрации электрической активности, вы все знакомы с электромагнитной индукцией, да, электрическое поле переменное генерирует магнитное поле. Так вот, можно вообще не надевать никаких электродов при помощи очень сложного устройства, фотографии которого я покажу, через два слайда зарегистрировать бесконтактную электрическую активность мозга, и даже с точностью достаточно высокой определить, где источник этой активности располагается. Это, кстати говоря, пример исследования, которое мы только что завершили с Василием, по поводу социального влияния на принятие решений. Но тут вот суть в чем заключается, что, сейчас я запуталась в своих мышках, что если у Вас есть в действительности более тонкие методы, чем электроэнцефалография, магнитная энцефалография, Вы сможете даже сделать заключение о том, где у Вас располагается мозгу в трёхмерном пространстве, источник этой активности. И это очень важно. Не только с точностью, скажем, до сантиметра, но ещё и с точностью до миллисекунды. То есть у Вас появляется необычайно точная пространственная временная разрешающая способность методов неинвазивных определять, что и где, в какой момент времени происходит в мозгу, например, человека. А такое-то устройство современное сейчас появилось в руках у биологов благодаря, например, появлению в Москве Центра магнитной энцефалографии. Вот такая вот очень дорогая, правда, установка. Она позволяет бесконтактно регистрировать электрическую активность мозга человека. Теперь в Московском городском психологии и педагогическом университете такое устройство есть. Ну, так вот, наверное, Василий меня торопит. Всё-таки поближе к наиболее популярным методам в нейроэкономике. Ну, тут, конечно, пальмы первенством в неинвазивном нейроимиджинге человеческого мозга занимает функциональная магнитно-резонансная томография. И почему? Да, потому что это наиболее оптимальный метод для тонкой пространственной локализации активности. Там до миллиметров. То есть практически вы можете просто, так сказать, смотреть сквозь мозг человека и наблюдать за процессами, которые там происходят. Меня просто необыкновенно умиляет и восхищает позапрошлого века исследования итальянского учёного Анджела Мосса, который, ну, просто гениальным прозрением обладал. Он предложил положить испытуемого на качели, уравновесил. И вот таким образом, что качельки не двигались, попросил его, ну, скажем, посчитать что-нибудь про себя. И оказалось, что через некоторое время качельки качнулись в сторону мозга. С чего бы это? Человек стал думать сильнее, голова перевесила. А это всё потому, что помимо нейронов в голове также есть сосуды. А нейроны для того, чтобы работалось лучше, требуют энергии. Энергия приносится за счёт гемоглобина, за счёт окислительных процессов, она получается нейронами, из крови. Вот. То есть на самом деле оболочки мозга, да и сам мозг пронизан сосудами. Так вот, оказалось, что чем больше вы думаете, тем больше крови приливает к мозгу. Естественно, так называемая гемодинамическая функция, она достаточно сложная. Вот. Не всё так просто. Вы начинаете думать, количество кислорода уменьшается, приток крови к мозгу увеличивается. Вы заканчиваете думать, кислорода всё ещё много. То есть есть какие-то нелинейные вещи в этой функции, но тем не менее, есть взаимодействие, корреляция между кровотоком и нейрональными механизмами, обеспечивающими, например, наши мыслительные процессы, в нашем случае, и процессы принятия решений. То есть вот мы говорим о гемодинамической функции, о том, что можно оценить изменение активности нейронов, измерив кровоток путём измерения разницы между концентрацией окси и зоксиогемоглобина. Ну, это, наверное, мы помним и со школы, но тем не менее, это важно знать для того, чтобы разбираться в проблеме, какой метод лучше выбрать в том или ином исследовании. И дальше больше оказалось, что гемоглобин – это непростая молекула. Если от него отсоединяется кислород, он его отдал, то оксиогемоглобин превращается в диоксиогемоглобин. А вот диоксиогемоглобин – это парамагнетик, в отличие от оксиогемоглобина. Но, оказывается, такая штука – это уникальная молекула гемоглобин, которая обладает магнитными свойствами. А что такое магнитно-резонансная томография? А это методология, которая использует совершенно уникальную вещь. Она использует явление ядерного магнитного резонанса. За открытие этого явления была получена не одна Нобелевская премия, но сейчас не об этом. Важно другое, что хитрые физики в годы медикам додумались, что поместив человека в магнитное поле в 80 тысяч раз больше, чем магнитное поле Земли, можно получить выгоду экспериментальную. А каким образом? Следующим. Получается, что, используя такое хитрое устройство, мы можем получать вот такие уникальные снимки мозга. Помните, я вам говорила, что можно просто видеть сквозь мозг и видеть те зоны, которые, наблюдать за ними, которые активны в связи с выполнением той или иной задачи или принятия решений. Когда открываешь статью, например, в журнале «Нейрон», которая рассказывает о исследовании социального влияния, тут я привожу пример работы Василия Ключерёва, то читаешь совершенно, на мой взгляд, просто какие-то зубодробительные детали и подробности, что где в этом исследовании использовалась последовательность экопланарной визуализации, в этот экопланар имиджинг, на устройстве силы магнитного поля 1,5 Тесла, да ещё и протокол со временем релаксации Т2 со звёздочкой. Ну, у меня от этого просто волосы шевелятся. Можно ли попытаться в этом разобраться? Как мы увидим, наверное, можно, но очень коротко. Вообще, я обычно, на самом деле, посвящаю не одну лекцию, когда студентам объясняю явление магнитного резонанса и то, как оно используется в функциональном нейроимиджинге. Но, возможно, мы просто попытаемся понять, что же всё-таки стоит за этой методологией, что важного можно почерпнуть для нас, нейробиологов. Ну, так вот, самое интересное, что, помните, я вам сказала, что с миллиметровой точностью можно определить место активации. Как правило, в статьях, связанных с МРТ-визуализацией, приводятся таблички. Используя различные атласы, которые появились достаточно время назад, можно просто локализовать очень точно и описать, в каких именно анатомических структурах происходят те или иные активации, связанные с той или иной задачей. Вот, к сожалению, плохо тут видно, но в трёхмерном пространстве по осям X, Y и Z можно просто себе представить, где эта активность происходит и с какой вероятностью. Ну, так вот, а как же это всё возможно? Всё это возможно потому, что в гемоглобине, как и в других, на самом деле, веществах человеческого тела, есть протоны. А протоны – это маленькие-маленькие-маленькие такие дипольчики. Так вот, под влиянием сильного магнитного поля, представьте себе... Протон-диполь? Да, но можно представить себе протон... Протон-диполь, протон имеет электрический заряд плюс один. Ну и что? Диполь? Ну, в том смысле, что протон как элементарная частица, у него есть спин. Ну, то есть можно представить это в виде стрелочки. Но, естественно, не плюс-минус, но в смысле графической интерпретации. Так вот, эти спины выравниваются в дальней... Это отличается в магнитной дипольчик. Да, ну, в смысле... Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Ну, так вот, если применить сильное магнитное поле, то все эти магнитные стрелочки выравняются вдоль него. Вот первый фактор, который используется в томографе. Применить сильное магнитное статическое поле. А дальше больше. Если вы... Так выглядит томограф. Если вы... Тут вот видно, что одевает некоторое устройство на голову. Это на самом деле катушка, которая излучает радиочастотный импульс. Так вот, если подогреть эти самые протоны, применив радиочастотный импульс, то эти самые спины отклонятся от силовых линий магнитного поля, а на самом деле протон перейдет на более высокий уровень. А через некоторое время, возбудившись, он снова вернется в свое состояние, испустив энергию на так называемую релаксацию. Когда он испускает эту энергию, этот сигнал можно поймать. То есть вот это самое устройство, оно, собственно, ловит сигналы, спускаемые нашими же протонами. А можно еще подогреть протоны таким образом, ну, применив специальные градиенты при помощи градиентных катушек, так, что в результате мы по частоте испускаемого сигнала локализуем источник этого сигнала. Таким образом, у нас частотно-пространственное кодирование осуществляется. Так мы просто можем узнать, как устроен наш мозг благодаря этому кодированию. Хотелось бы просто некоторые такие дефиниции преподнести тем, кто мало знаком с этой методологией. Я сама, так сказать, освоила вначале электро- и магнитную энцефалографию, и только потом, и только до сих пор приобщаясь к этому сложному достаточно методу. Так вот, мозг сканируется срез за срезом. Такое представление. Дальше мозг сканируется с различной разрешающей способностью в зависимости от устройства. Помните, мы говорим о многопиксельной камере? А МРТ-сканер может быть многовоксельным или маловоксельным. А воксель – это на самом деле тот же самый пиксель, только в 3D-пространстве. Вот такой вот, как коробок спичечный. У него есть на самом деле просто свои параметры. Сколько-то миллиметров, так сказать, одно ребро, сколько-то миллиметров другое. Так сказать, частота срезов тоже может быть различной, в зависимости от протокола, который вы выбираете, сканирования. Вообще, когда вы читаете такие картинки, есть представление, на самом деле, как срезы, которые вы видите, там, сагитальные срезы, корональные, ну, здесь, в частности, сагитальный срез слева, да, ну, вот корональные справа. Есть ещё, на самом деле, горизонтальные срезы. Но это просто, на самом деле, те дефиниции, в которых плавают вот специалисты в этой методологии. Но нас, как когнитивных нейроучёных, конечно, интересует анатомия, но не настолько, насколько то, что происходит вот у главы семейства Симпсонов в голове. То есть мы всё-таки должны вернуться к функциональному нейроюдингу. А как это сделать? Ну, кто-то очень умный из физиков, фамилия у него была Мэнсфолд, он придумал, как очень быстро, в отличие от анатомического сканирования, которое занимает, там, ну, десятки минут, да, очень быстро можно отсканировать мозг и тем самым помочь когнитивному учёному или учёному нейроэкономисту сделать такой, ну, не моментальный, конечно, снимок мозга, но всё-таки приблизить его к нейрональной активности или посинаптической активности. Но я не буду останавливаться на подробностях вот капланарного нейроимиджинга, хотя это действительно тот самый протокол, который используется вот в функциональных МРТ-исследованиях. Что мне хотелось вам показать, что давайте ещё раз запомним, когда мы делаем анатомическое сканирование, мы, собственно, улавливаем контраст между серым и белым веществом, ну, вот для нейробиолога. Это очень-очень-очень высокоразрешающей способности получается имидж, картинка. А вот функциональный имидж, он получается такой смазанный, да, он быстро-быстро-быстро-быстро накапливается, регистрируется, но разрешающаяся способность у него не такая высокая, как у анатомического, а регистрирует он как раз контраст между диокси- и оксигемоглобином. Так вот, пришла в голову совершенно разумная мысль, так надо объединить функциональные имиджи и наложить их на структурные. Таким образом мы получим и четкую пространственную локализацию и сделаем какие-то выводы о функциональной работе мозга. Дальше я хотела бы просто вам показать, что, вот обратите внимание на вот этот вот имидж, оказывается, что, например, сравнить активации нейрональные в ответ на одну или другую задачу приходится полвоксельно. То есть на самом деле статистическое сравнение и вот эти вот замечательные пятнышки, которые вы видите на этом горизонтальном среде, это вовсе не нейрональная активность, это статистические карты, карты, которые получаются в результате такого поточечного сравнения либо кластеров, либо просто отдельных вокселей. Вот вы сравниваете две задачи, задачу красненькую и синенькую. И, естественно, вы накладываете определенные статистические ограничения, оставляете какие-то пороги, иначе... Простите. Да, иначе бы весь мозг полыхал. Конечно, он весь активен, но вы просто сравниваете активности либо в двух задачах, либо в разные моменты времени, либо у разных групп пациентов. Вот. Конечно, большая работа проводится для реконструкции сигнала. Я же уже упоминала, что мозг сканируется, это срезы, их надо реконструировать до трёхмерного изображения. Всё это сложнейшая вычислительная работа. Ускоряюсь. Ну, а, так сказать, самыми трендовыми методологиями сейчас являются методологии, которые пытаются выяснить взаимодействие определенных частей, или вот так называемых... Как сказать, region of interest? Областей мозга, да, которые интересуют исследователя. И также выяснить, какая область активирует или деактивирует какую. То есть вот направленность этих взаимодействий можно уже выяснить вот в этой самой методологии при помощи вот этого функционально-магнитно-резонансного метода. И, кстати говоря, к работе ХЕР, о влиянии доразолатерального кортекса на префронтальные области через нижние и фронтальные, мы ещё вернёмся применительно к исследованию самоконтроля. Так вот, на самом деле я решила не останавливаться, но всё же скажу применительно к МРТ. В каждом методе есть свои достоинства и недостатки. Вот мы отмечали уже высокое необычайно-пространственное разрешение, но, к сожалению, пока низковременное разрешение этого метода всё-таки накладывает ограничения на его исследования, не говоря о том же, что, ну, может быть, там и полтора-три, а то и десять Тесла магнитного статического поля, возможно, и не так полезно иногда. Хотелось бы очень коротко упомянуть о необычайно популярных в прошлом веке, да и сейчас, методах стимуляции мозга. Одно дело, когда мы регистрируем активацию мозга в ответ на какой-то стимул, мы можем активировать или деактивировать определённые участки мозга, на самом деле применяя электрическую стимуляцию. К примеру, ну, вот это, на самом деле, рентгеновский снимок, снимок обезьяки с вживлёнными электродами. Обезьянки тоже очень люблю. Ну, необычайно интересные работы были получены ГЕСом в 50-е годы, просто уникальные. Кошки в гипоталамус, в латеральные, вентромедиальные ядеры гипоталамуса вживляли электроды. И при стимуляции одних ядер гипоталамуса кошка дружила с мышкой. Как только стимулировали буквально соседние ядра миллиметра разницы по стереотаксу, она к той же самой мышке просто начинала агрессивно относиться вплоть до смертоубийства. А если ещё двинуть микроэлектрод на миллиметр, то можно было вызвать реакцию страха у кошки. Всё тот же самый гипоталамус вживлённые электроды. Это очень-очень-очень показательное исследование. Ну, наверное, самым популярным исследованием в области вживления электродов, и вот тут даже, так сказать, ремонт управления поведением животного, это, конечно, работа Дельгады. Наверное, очень многие знакомы с ними, когда быку в амигдалу, по-моему, вживляли электроды, и можно было просто регулировать его ярость. И учёный сам вышел на арену и, так сказать, буквально рисковал своей жизнью, но доказывал, что его исследование по методам вживлённых электродов, по регулированию ярости у быка, так сказать, это просто чистой воды, правда. Давайте посмотрим. Дельгады 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 Видите, тоже стимуляция гипоталамических областей, а у, так сказать, быка среднего мозга. Ага. Ещё один яркий пример – это тоже дистанционная стимуляция олимпической системы обезьян. И вожак обычно занимал всё пространство клетки, никого не подпускал. Достаточно было тоже дистанционно активировать его зону таким образом, что у него менялась экспрессия лица, как обезьянки его группы, просто совершенно переставали его бояться. То есть вот социальное влияние в действии, и можно управлять. Ну вот детерминизм и детерминизм, но работает. Но, конечно, по отношению к человеку такого рода стимуляция просто неприемлема не только по клиническим соображениям, но и по этическим соображениям. Кроме того, с одной стороны мы знаем, куда оживляем электроды по стереотаксу, а с другой стороны очень часто определенные области разрушаются. И вообще интерпретация данных, электростимуляции в частности, это очень сложная штука, но, конечно, необычайно показательная. Так вот, в последнее время ученые придумали стимулировать мозг человека, в частности, неинвазильно, при помощи транскрайней магнитной стимуляции. Ну, все, опять же, мы помним законы электромагнитной индукции, о которых я уже упоминала в связи с магнитной энцефалографией. Если у вас есть катушка, вы пропускаете через нее ток, не нужно ничего вживлять, вы подносите ее просто к голове человека. Если вы достаточно близко поднесете, то по закону электромагнитной индукции, по закону Ленца у вас просто будет наведение того же самого электрического тока посредством магнитного поля в коре. Конечно, этот метод не глубокой стимуляции до нескольких сантиметров, но, тем не менее, используя катушку такой хитроумной конфигурации, которая позволяет очень фокально локализовать источник стимуляции, вы можете стимулировать и мозг человека. Но там есть и клинические приложения, неважно. А важно то, что при помощи 3D-навигации, которая сейчас доступна цифровой, вы можете просто, и вот такой хитроумной конфигурации катушек, которая позволяет сфокусировать электрическое поле, вы можете генерировать слабые электрические токи, вот действительно, в коре мозга, таким образом, чтобы вызывать деполяризацию аксонных нейронов. А в результате вы можете активировать определенные зоны мозга. И, ну, это вообще какой-то просто, вот, наверное, апогей интеграции методов исследования. Вы можете просто объединить транспиральную магнитную стимуляцию с вот МРТ-сканированием, и вуаля, вы просто стимулируете зоны мозга, и тут же видите, какие, скажем, соседние зоны активируются в ответ на эту прямую стимуляцию. Мне очень импонирует исследование Василия и его коллег в Нидерландах, да, это было сделано, когда они просто обычных бюргеров превращали в революционеров. Обычно люди склонны соглашаться с мнением окружающих, с социальным окружением, а если простимулировать определенные зоны мозга, переднюю сингулярно извилину, да, вот она видна на АФМРТ-имиджинге, так просто можно изменить поведенческие ответы группы целой, превратив их в нон-конформистов, то есть вот по оси ординаты, но на самом деле поведенческие ответы. Если раньше, ну шам-стимуляция это пустышка, или если вы стимулируете, предположим, совершенно-то какую-то вообще другую зону, отличную от передней сингулярной извилины, люди соглашались с мнением окружающих, то после стимуляции они просто в половину начинают не соглашаться. То есть по сути дела вы можете действительно манипулировать поведением окружающих. Мне очень хочется показать этот ролик, прости Василий. Продолжение следует... Естественно, транскраниальная магнитная стимуляция не самая полезная, что может быть. Вы никогда не знаете, что Вы стимулируете до конца. Кроме того, существует риск электросудорожной активности. Ну, в общем, сложная методика. Естественно, Вы выбираете только абсолютно здоровых людей, только тех, кто согласны. Но это, конечно, необычайно перспективный метод и в лечении, и в нейробиологии. Так вот, я, наверное, пропущу все эти исторические байки про интересных пациентов. Вот, тем более, что Василий, так сказать, любезно согласился рассказать об интереснейших исследованиях Антонио Даматца. Необычайно популярные и нейрохирург, и нейропсихолог. Супер, ультра просто интересные исследования. Так что я опущу. А сразу перейду к take-home мессенджу, как говорится. Ну так вот, о том, что интересно и абсолютно точно, что методы нейроимиджинга мозга человека, да и животных, будут развиваться и развиваться. И понятно, что дорога, по которой идет это развитие, это дорога интеграции. По мне, так очень интересно, не то, что нейробиология предлагает экономике, потому что это банально, да, это, в общем-то, новая френология. А что экономика предлагает нейронаукам? Мне кажется, она предлагает достаточно много, потому что это, естественно, очень широко развитый аппарат моделирования теории вероятности, так сказать, статистической физики. Мне кажется, это то, что нейробиологи могут и должны, так сказать, использовать, особенно вот именно в интеграции моделей поведения. Естественно, так сказать, я и нечаю обсуждать проблемы, значит, кратезианского дуализма, детерминизма. Я думаю, что это действительно те дискуссии, которые будут вестись в колуарах. Просто вот приглашаю вас набраться терпения и, так сказать, прослушать оставшиеся лекции о взаимопроникновении нейронаук и экономических наук, как и других, собственно, дисциплин, что, наверное, так сказать, откроет новые горизонты в понимании науки о поведении. Спасибо большое. В том случае, то, что мы возьмем с вами из этой лекции Анны, используя в течение курса, это эти несколько методов, которые Анна представила нам, и понимание того, что мы можем исследовать нейроны на самом низком уровне, исследуя отдельные нейроны, помните эти звуки работающих нейронов, до исследования мозга в целом, который Анна показывала в виде MRI-сканирования. Мы можем положить испытуемого внутрь сканера и посмотреть, как мозг работает в момент, когда испытуемый покупает товары, инвестирует деньги, коммуницирует с другими людьми. Мы всегда должны помнить об ограничении этих методов, которые Анна нам продемонстрировала. Например, в MRI-сканировании мы на самом деле изучаем распределение кровотока, не саму активность, а распределение кровотока, которое достаточно медленное, поэтому мы можем исследовать процессы с достаточно маленьким временным разрешением, но с большим пространственным разрешением. До исследований, которые Анна показала нам с ТМС, мы можем выключать различные области мозга и смотреть, как это влияет на принятие решения. До того, что Анна, к сожалению, не успела нам рассказать, это до пациентов, у которых удалены участки мозга, и они начинают принимать странные решения. То есть мы будем с вами комбинировать эти методы в течение курса, мы увидим результаты разных исследований, вы стали немножечко ближе к этим методам, для вас не так может страшно теперь звучит метод Морай, вы представляете себе этот сканер. Может быть, не так страшно выглядит этот метод ТМС, когда мы его выключаем с помощью магнитного сканирования какие-то области. Вы видели, как это выглядит. Может быть, вы представляете себе лучше, что значит зарегистрировать нейроны у животных. То есть в целом мы с вами немножечко погрузились в методологию нейробиологии. И начиная со следующей лекции мы с вами перейдем к нейроэкономике, посмотрим, как мы можем изучать принятие решения на уровне отдельных нейронов, на уровне мозга в целом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...